а здрасьте а всем привитуреньки друзья у нас золотой колос продолжается вторая серия 2 сезона вот такой вот юбилей и 22 серия кстати тоже прикольно за это можно лайкусик плепить 6 утра у нас на часах и друзья я думал начинать уборку чуть попозже но если мы посмотрим на прогноз погоды то мы видим что скоро будет дождик и чтобы это все дело не откладывать чтобы успеть убрать урожай хотя небо еще не сильно пахнет дождем но все равно мало ли что я решил начать уборку именно 6 утра пораньше чтобы успеть и поэтому давайте в общем то я сейчас этих всех ребят отправлю в работу и мы с вами встретимся поговорим еще о чем-нибудь ну что ж друзья погнали смотреть что у нас происходит на ферме и что происходило в общем то вот на этом поле на большом у нас растет овес который мы посеяли прошлый раз тут какая-то вот некрасивая ситуация ну да там что-то с культиваторами было отсюда в общем то собирается овес его здесь скорее всего будет нормально сколько здесь собирается 110 125 125 смотрите-ка собирается по процентам в хорошей зоне да здесь поменьше здесь другая почва идет но несмотря на то что азота точнее уровень ph моей известью не посыпали кислотность в общем-то в хорошем уровне и не в идеальном она все равно собирается хорошо это прекрасно кстати вот вся карта вот это которая красным горит это поля нпс я делал там контракты по поводу контрактов у меня осталось висеть еще две штуки 28 и 9 поля собрать ячмень так как я брал их пачками то есть тут гигантская пачка была и ночью я все делаю время кстати до сих пор не мотал с предыдущей серии все упарывался в контрактике в общем-то там ситуация была в том что я например убрал 9 поле а триггер был открыт еще с другого поля я не мог выгрузить оттуда урожай в общем-то это сложная система пришлось мне урожай этот самый складировать на базу сейчас с базы ездит трактор по 14 кубов туда это все дело возит отвезет и мы закроем эти контракты получим еще копейку также друзья с теплицами что у нас с теплицами да кстати я тут сделал меню вот этого чуть побольше надеюсь вам на мобилках если кто-то смотрит будет лучше видно если не нравится то черканить в комментариях верну как было правда маленькие эти менюшки все равно остались ладно неважно в общем-то с грунтом трактор наш фэнд все по вывозил все завез в общем-то по грунту все хорошо все готово к посадке надо будет сажать что-нибудь также вывозится урожай до сих пор с помощью урала сейчас там баклажана вывозится их уже осталось немного и огурцы остались их еще много в общем-то он там пусть катается продает урожай за ночь за эту мы насобирали немножко денег во первых у нас доходы от продажи урожая это прошлый день вечер вот миллион там клубника помидоры и баклажаны что-то началось вывозить цели не началось и плюс еще от контрактов излишки там свекла была по моему и так далее плюс доходы по контрактам триста тридцать три тысячи это прошлый день и сто двадцать две тысячи это вот за эту ночь успел что наделать и плюс доходы от урожая еще сегодняшний день до 6 утра 490 тысяч в остальном конечно минуса топлива семена покупал удобрение это все понятно проданы техники новая техника что-то я купил а 10000 потрачено чая вам покажу тоже пока man наш стоял и ожидал когда уборка была завершена я с помощью контейнеровоза возил урожай продавать но контейнер пришлось обновить такие купил 60 кубовый взамен тех двух которые были два по 30 даже с учетом читерной херни типа автогруза он все равно не хочет это все дело выгружать из двух контейнеров их надо менять выгружать только из заднего поэтому взял один большой с этим в общем то тоже вроде как все понятно зачем нам столько денег спросите вы хотя по названию серии вы наверное уже поняли мы сегодня собираемся купить мельницу и я все-таки хочу это сделать в 8 утра она нам будет доступна точнее 8 утра откроется риэлторское агентство да кстати еще что забыл сказать это рейтинг рейтинг и статистика во-первых задание на полях я перешагнул отметку в 512 штук теперь у нас плюс 1 стала это 9 плюс также время в игре черт ушло там 24 часа с момента последней серии почти в общем то мы получили еще плюс рейтинг за время в игре итогу у нас уже 56 это значит что мельницу мы можем покупать потому что мельница у нас просит рейтинга 55 единственный косяк конечно здесь лояльность владельца 70 процентов это меньше чем нужно это не 100 а мы попробуем все равно сделать запрос эту самую мельницу купить номинальная стоимость у нее 2 миллиона но 2 миллиона 73 тысячи у нас есть 2 миллиона 190 но мы еще под насобираем денег потому что на всякий случай денежки нам нужны лишь на загрузил баклажаны не смог загрузить товар баклажаны что с тобой не так дружище баклажаны он везет не знаю в чем прикол они она сохраняется а я каждый раз переназначал удаляем тогда все задания делаем новое но сохраняется это же прекрасно а я думал она не сохраняется каждый раз назначал по-новому ладно в общем-то друзья сейчас ждем пока уберется поле плюс я там наверное замочу посев когда можно будет и когда станет уже светло что-то в более менее ясно мы с вами опять встретимся и так 7 47 утра уже светло на улице в общем-то у нас идет уборка уже второго поля и через полчасика где-то оно закончится также параллельно с этим у нас на другом поле идет посев и культивация они друг за другом идут 7 мы сюда рож уровень ph еще нормальный в общем-то известью я поспать буду раз в три урожая хотя если мы посмотрим на карту урожая я не знаю просто это овес что тут вот 80 процентов на углу или это все с азотом связано скорее всего овес просто не такой урожайный может быть эта почва ему не подходит совсем которые у нас там на углах но в общем то большинство поля 125 процентов это прекрасно также друзья у нас на балансе 2 миллиона 339 тысяч я почти вывез баклажаны но на универмаге место закончилось поэтому я отправил этого урала кататься на консервный завод на консервном заводе правда ворота не открываются потому что 8 утра только он откроется он там короче ждет своего часа ну как только время придет он поедет дальше кататься когда завершится уборка поля я отправлю мана с контейнерами чтобы он продавал огурцы все на тот же консервный завод далее друзья у нас есть вот такой вот урал тягач и надо купить рассаду отправляем его на садовый центр за рассадой пускай он едет а сами перепрыгиваем туда будем продолжать заниматься нашими тепличками надо купить рассаду опять таки второго сорта будем покупать не знаю правда что давайте не знаю опять томаты пускай будут берем 7 штук и в общем-то они вот появились тягач сюда приедет мы его загрузим отправим это все дело посадить это тоже не проблема ну и в районе восьми часов утра у нас будет посадка и уборка теплиц скажем так нравится мне знаете ли вот когда 8 утра все это дело происходит короче он пускай едет мы погнали на базу потому что там есть еще одно дельце чтобы заработать деньжат смотрите друзья у нас как-то давным-давно мы уперлись в силос но здесь я ничего с ним не сделал а еще здесь немножко забаганные ямы по краям и я не знаю что с ним делать как-нибудь на стриме мы возьмем в аренду погрузчик и этот силос попытаемся куда-нибудь сбагрить продать там я не знаю еще что-нибудь вот но речь не об этом сейчас у нас есть 18 поле на котором я много раз косил траву и знаете что я решил сделать я решил сделать из него силос а именно тюки силоса для этого надо сначала завалковать это поле у нас есть волковая жадка поэтому давайте мы загрузим нашего вот этого вот фэнда в работу он все это дело завалкует а потом мы это затюкуем и с помощью нашего прицепа какого-нибудь пару тюков вывезем это все равно хоть какие-то копейки будет посмотрим сколько там на бга можно будет сдать сколько можно будет сдать на ферму кузнецова разберемся потому что с деньгами сейчас большая напряженка вроде как я собрался через 8 минут делать запрос на мельницу а если так все будет продолжаться то скорее всего нам не хватит денег не знаю не суть важна главное сейчас завалковать эту траву там скорее всего будут очень большие кучи он все это сделает довольно таки быстро потом может быть не очень быстро мы отправим тюковщика и в общем-то отвезем все эти тюки теперь возвращаемся обратно в садовый центр сюда приехал уже урал наш отстегиваем мы ремни загружаем вот эти вот все поддоны с помощью автопогрузки по быстренькому хоп-хоп-хоп-хоп и еще три штучки и так вот бздынь теперь мы это все дело выгружаем прицепляем ремнями и знаете что и отправляем на теплицы посадка во он проедет через все триггера теплиц это все дело засадит и припаркуется там рядом с теплицем потом мы с ним и разберемся не проблема хоп друзья 8 часов утра у нас стрельнуло аллилуйя не знаю прям ждал этого момента короче говоря мельница делаем запрос на покупку не знаю лояльность 70 блин я выполнил 500 с лишним контрактов на чужих полях и у глушкова илья контракты не попадались видимо у него одно поле и редко в общем-то там это все делалось сделаем запрос агент связался с владельцем ожидайте ответа мы ожидаем ответ и может быть в этой серии мы даже узнаем об этом ответе а мы тогда возвращаемся на наше поле с травкой и блин тут ее на самом деле дохренища нужно было конечно и в яму бы забить но нет не хочу о кстати открылись ворота и урал бортовой продал баклажанчики чаполида убирается отправим еще и в контейнерах огурцы возить это побыстрее будет принципе ответ у нас будет не скоро то есть пару часов так точно пройдет за полчаса там целюхой не свяжутся ладно ждем пока у нас закончится вот это вот вся вакханалия хотя чего ждать давайте отправим другой трактор у нас-то тракторов дохренища у нас есть клёвый этот самый кейс не кейса класс я думаю ему мощей-то на тюкалку должно хватать хотя с другой стороны он там настолько часто будет с таким количеством травы останавливаться что это все даже и не важно значит с этого парниша мы отправляем работать черт как много тут будет тюков он реально будет останавливаться каждые две секунды ну ладно надо их значит будет сейчас по-быстрому собирать и отставлять в сторону чтобы не мешать тракторам благо у нас есть еще один трактор фиатик есть у нас очень классный прицеп с автоподбором для круглых тюков только вопрос где а он у нас по-моему на этом сам стоял около автомастерской или на тюков тут действительно дохренище будет а ладно в любом случае будем их потихоньку продавать буду я штудировать где сколько места носилось у нас остается свободного чтобы это продавать и буду потихоньку продавать складируем их где-нибудь на базе или около поля даже ну и друзья когда вот это вот все дело у нас закончится я с вами опять выйду на связь если можно так выразиться посмотрим что у нас произойдет за ближайшее время ну что ж друзья 9 часов утра у нас только что пошел дождик тем временем контейнер продает огурцы вот эти вот ребята заканчивают свою работу по тюковки и как видите на заднем плане тюков здесь получилось довольно таки дохрена сейчас они ездят вот так вот не пойми как потому что надо было еще вручную по вычищать то что по курсплею волковая жатка не совпадала с тюковщиком и с косилкой потому что они там за поле выезжали но в общем то все вот это вот сделано и поэтому на фоллоуме вот это все работало в общем то этих пацанов можно спокойно таки снимать и по-быстрому надо расставить обратно технику по гаражам поэтому сейчас мы это быстро сделаем потом пойдем смотреть куда нам продать силос сколько его можно продать потому что получилось много там больше ста тюков а это значит больше 400 кубов когда я последний раз смотрел 300 кубов принимал биогаз хотя это вся инфа периодически обновляется и может быть что-то уже изменилось не знаю мы посмотрим это потом главное сейчас распихать технику обратно и кстати насчет вот этого вот 18 поле что я думал себе не хочется мне больше в траву порваться по крайней мере пока нет в этом нужды какой-то я думаю что мои друзья на это поле будем что-нибудь сеять соответственно надо будет его закультивировать потом засеять чем-нибудь но наверное сделаю я это в следующий раз уже в следующей серии на следующий игровой день поскольку во-первых там надо будет брать пробы выносить известь обязательно уровень ph там не к черту и хочется чтобы все поля всегда известь вносилась в одно и то же время мне кажется это правильно что мы сюда будем сеять скорее всего будет то же самое а сейчас наша задача кстати трава взошла и неудобно было ее искать сейчас наша задача посмотреть куда можно сбагрить этот силос 430 кубов можно отвести на биогаз на ферму кузнецова 34 куба 7 тюков смысла туда ехать нету да и ради такого количества денег сколько у нас кстати здесь тюков то получилось нужно залезть статистику и посмотреть 123 тюка у нас прессована за сегодня вообще 381 не того контрактные не считаются потому что если контрактные считались то там было бы вообще какое-то неимоверное количество в общем ладно нам в любом случае надо зарабатывать бабосики поэтому сейчас довольно таки геморройным способом придется все эти тюки обратно загружать и отвозить на биогаз посмотрим сколько денег мы выручим с биогаза мне кажется там будет не очень много хотя с одного прицепа можно считать 100 кубов мы за раз вывозим быть точным 96 24 тюка по 4 куба каждый может там каких 20 40 тысяч привалит самое главное посмотрел куда вы возить но не посмотрел цену там что-то около 250 евро а ну да тысяча за тюк ориентировочно будет а при цене тысячи за тюк 24 тюка 24 тысячи но это все плюс-минус потому что там не ровно 250 было и не ровно 100 кубов мы везем но не суть важно я вот не помню сколько тюков влазит на наш урал с автопогрузкой может быть помощь у него было бы проще немножко по крайней мере там около этой стопки один раз проехал да и все знаете этот прицеп мне нравится вроде как и автопогрузка вроде как она и не читерная а это между прочим довольно таки хорошо ответа нам кстати так и не пришло из риэлторского агентства поэтому пока что ждем как только продадутся все огурчики их там осталось уже немного наверно половину он отвез продадим силы с можно будет даже время мотнуть в ожидании всего этого дела так вот это уже становится интересненько несколько тюков упала а несколько не попадала где триггер я немножко промазал с триггером да я нормально сейчас мы все тут порешаем по-быстрому вот так вот толкать она влазит или все еще все уже вроде как нету большого количества переработки то есть какого-то не знаю предела как на обычных бга это же просто точка продажи хотя он на самом деле он зашуршал что-то там начало перерабатываться может даже анимация есть какая-то сейчас залезем посмотрим да отсюда что-то он появилась но не крутится не знаю так но денег матрохи подняли здесь где-то лежит монетка она пикает надо ее взять на найти вот она нашел ура мси 9 штук осталось 334 куба еще вылазит ну да 96 привезли было 430 ладно погнал я в общем-то это все дело сейчас быстренько перевезу сколько влезет и мы с вами встретимся как будет что-нибудь интересненько и в очередной раз а здрасте еще раз да много раз и сегодня уходил а поле владелец вы и все больше никакой информации серьезно как так-то ну ладно в общем то смотрите 18 поле у нас закультивировано все тюки я отсюда повывозил и почти все продал побежали на биогаз сейчас я вам покажу что там осталось тяну там вот смотрите тут осталось пара штук я не знаю может кстати уже обновилась тут нет до 2 куба осталось так что пока что их девать некуда ну как-нибудь я их сюда по закидываю и они продадутся может быть с этими явами тоже как-нибудь поиграемся также друзья как я уже показал 18 поле у нас уже закультивировано и из теплиц у нас вывезено все идет созревание томатиков пускай они там зреют у них все будет нормально мы в общем то всю работу сделали у нас все поля засеяны мы ждем следующей уборки и вообще по факту мы ждем сейчас ответа от нашего риэлторского агентства которое скажет нам продаст ли нам этот самый глушков илья мельницу или не продаст или же он сосиска вообще с сосисками быть не круто поэтому мы будем надеяться что он не сосиска оксатиман он ей да на базу ей все по отвозил огурчики все у него прекрасно короче друзья нам нужно найти наше агентство и знаете что мы мотаем время будем ждать будем ждать ответа может быть прилетит какой-нибудь контракт всякое знаете ли может вообще случиться за это время 78 евро заработная плата выскочила за что а это я за фоломи понятно да ничего страшно а вот кстати пришел ответ на запрос по мельнице а еще кстати разработчики у сообщения смотри сколько вывели кто не поставил лайкос тот сосиска поэтому вот кто не поставил лайк вот даже разрабы так считают у нас есть на балансе 2 миллиона 700 тысяч на всякий случай друзья я возьму кредит по максимуму когда мы узнаем что нам не понадобился моего сразу же вернем проценты по нему платить не будем на на всякий случай опаньки там что-то выскочила срочный груз свекла черт поехали отвезем это же плюс рейтинг мы же любим рейтинг мельница подождет ничего страшного 30 кубов надо отвести где наш манна вот он почти приехал на базу стой падла короче предложение действует 9 минут 7 минут у нас есть короче успеем по факту 20 минут у нас есть на то чтобы отвести прицеп со свеклой вообще не проблема можно вообще не торопиться здесь так перецепляем вот этого вот паренька поп и подцепляем другого знаете что друзья я подумал тут с учетом того сколько времени осталось я даже париться не буду с этим кстати у нас свеклы на самом деле прям вообще до хренища и еще она у нас есть вот в этом складе вон тут 366 кубов и 900 еще в том лежит но мы грузим 30 и знаете что я подумал я подумал что мы отправим автодрайв потому что за 7 минут автодрайв тоже да и не проблема так за куда нам надо его отправить нам надо его отправить на же дистанция свекла картофель и это будет чисто разгрузка его как можно сделать на самом деле конечно время деньги плюс еще какая-то копеечка появится давайте сейчас только развернемся наверное потому что автодрайв у меня в ту сторону направлено x нажимаем на волшебную кнопочку смотрим он за четыре минуты доедет туда и разгрузится нормально все будет по журе поэтому можно даже это все дело принять 7 минут у нас пошло время она короче пускай идет а мы опять переносимся к риэлторскому агентству и что я хотел я хотел взять кредит побольше я знаете если за три миллиона он будет продавать я все равно готов за эти деньги его купить больше 500 тысяч нам не дали ну что час истины час истины продадут ли нам мельницу я надеюсь что продадут мельница бздынь смотреть 2239 щекарно несмотря на лояльность он даже сильно не завышал цену это прекрасно мы ее покупаем у нас миллион денег остается а ну да у нас же еще 500 тысяч кредита надо его вернуть но и остается 532 тысячи наших денег классно же прям здорово аж настроение поднялось в общем-то мельница у нас появилась погнали погнали на мельницу смотреть чё там и такс вот она смотрите здоровая такая хреновина мельница очень мукомольный завод правильнее будет наверно потому что это немножко не та мельница который мы привыкли видеть чё у нас здесь вообще есть вот сюда вот будем ставить контейнеры с комплектующими кстати говоря надо его купить один поставим здесь будем его здесь держать так грузовые прицепы контейнеровоз большой берем на 40 вот этих вот футов тоже пускай он будет оранжевым покупаем его за 11 тысяч и контейнеровоз надо взять большой вот такой вот мы тоже берем надо будет сюда пригнать затарить комплектующими и в случае поломок там всяких все вот это вот делать значит здесь у нас стоят весы не знаю зачем сюда мы будем выгружать зерно зерно различное ну и также можно будет забирать отсюда муку отруби зерно у нас тут будет а зерно можно будет выгрузить обратно если вдруг чё это хорошо здесь вот будем муку загружать кстати для муки тоже надо будет весовой взять прицепчик здесь загружать муку а здесь прицеп здесь из прицепа да ну и здесь есть еще склад где будут наша мука пасованная есть тут две линии друзья так заводы мельница значит смотрите есть две линии даже 3 3 линии мукомольная линия здесь мы будем делать муку нажимаем вот такую шестеренку есть помол пшеницы и помол ржи одновременно это работать не будет то что мы выбираем то и будет работать также есть фасовочная линия она будет фасовать пшеничную муку или ржаную муку а также есть крупа рушка которая будет делать крупу пшеничную перловку овсянку или кукурузу в общем то все вот эти вот ингредиенты у нас по факту есть посмотреть по ценам что кстати выгоднее что дороже мука пшеничная а пшеничная фасованная 1500 на хлеба к ну ориентировочно до 1500 мука пшеничная фасован не фасованная 1100 понятно муку надо будет фасовать хотя можно будет оставить немножко не фасованной на случай какого-то срочного груза или контракта и пшеничная это самое зерно крупа-рупа-рупа пшеничная просто что выгоднее делать крупа пшеничная группа вообще мало стоит понятно опаньки заказ на срочную поставку товара свекла выполнен прекрасно вот значится крупу давайте начнем с муки крупой потом позанимаемся начнем с муки надо будет отвести всю пшеницу и всю рожь на мельницу чтобы она делала муку да кстати что здесь еще есть обслуживание ли они здесь все по отдельности значит работает ресурс 55 процентов номер обновления 1 можно выполнить ремонт или т.о. ремонт если она вообще жахнется т.о. 24 часа у нас осталось на всех линиях так что пока можно это дело будет не трогать то выполняется в течение трех часов или двух часов для фасовочной линии из комплектующих сколько-то там комплектующих будет забираться поэтому поставим их туда на то место где и планировали с этим в общем то в принципе все понятно заказ товаров пока что не работает можно будет потом это дело заказывать калькулятор производства тоже пока не работает присоединить склады это нам пока что не интересно я ничего здесь ставить отдельно не буду вот линии разумеется пока что выключены но это все понятно также друзья эту самую мельницу можно будет модернизировать во первых производственные линии и это делается всего лишь за комплектующие да это хорошо можно будет в общем-то этим заняться через строительную фирму это все делается и на мельницу что еще склад муки можно будет построить надо будет до хренище стройматериалов сюда привести до хренище бруса до хренище бетона в общем-то да много всего появится дополнительный склад муки пока что наверное мы эти этого не будем делать сколько рейтинга для этого требуется 60 рейтинга но у нас 58 скоро будет 60 не проблема водитель на hard прибыл на ж.д. свекла картофель молодец что ты внезапно мне об этом написал кстати раз уж пошла такая пьянка смотри дружище ты у нас на базе на зерно загрузка завираешь пшеницу и везешь ее на мельницу на мельницу выгрузка давай вези мельницу заодно запустим сейчас а мы на нее же и вернемся что тут я я еще хотел что-то посмотреть что нам еще надо нам надо друзья купить прицеп для муки кстати возможно я его еще даже не скачал не поставил возможно у меня его нету ну тогда к следующему разу будет а друзья я его еще даже не скачал не поставил ладно значит со следующий раз у нас будет приобретение прицеп муковоз будем что-то делать с мукой хотя может быть будем ее и копить хрен его знает вообще вот этой вот крупой не знаю она не выглядит сильно выгодной опаньки да я же здесь не гулял здесь монетки могут быть давайте собирать монетки вот здесь вот она лежала это было вполне логично пока что в общем то наверное будем тогда упарываться в муку именно а значит будем выращивать рожь и пшеницу преимущественно все что у нас есть он из урожая в крупу я переделаю когда будет время но видимо друзья будет это не знаю когда она нам понадобится хрен его знает буду пока что упарываться в то что есть шедеман сюда приехал а чё ты сюда приперся то дружище ты пустой приехал ей давай за пшеницей чем мы тут будем все это самое делать какой-то странный ты парниша друг но приехал и что я тебе обратно теперь а баба за рулем черт я-то думаю что за тупняк они тупняк у меня я неправильный режим поставил ха таряба все теперь едь здесь можно на крышу наверно подняться да или не дадут нам на крышу здесь подняться что у меня сейчас голова закружится вот так вот идти я-то в принципе то могу и так на крышу подняться я еще летать умею если кто не знает мне интересно можно ли это сделать по лестнице четко видимо можно но у меня реально уже голова закружилась о слушай все прикольно выход на крышу а лепота красоте нюшка то какая дождь только падла идет то что это не круто вообще у нас доставкой сюда будет заниматься неман а трактор который у нас вывозит всякое сыпучие будем наматывать ему километры плюс ездит он все равно быстрее чем производство будет шуршать опаньки можно даже спрыгнуть так ладно хорошо ждем пока приедет ман знаете вот немножко психанул пока ждал и решил что сам отвезу будет намного быстрее и по факту она так и получилось плюс но сам катался сами понимаете да во выгружаем пшеничку в общем то она пока выгружается давайте залезем в меню ху меню нашего завода мельница вот она выгружается вот она здесь все появляется сейчас мы запустим мукомольную линию и понеслась в общем то у нас теперь делается здесь мука делаются отруби крупоружку я наверное запускать не буду хотя с другой стороны можно отвезти сюда например весь овес который у нас есть и запустить сразу же производство овсяной крупы пасовать я это все дело тоже пока что не буду другой стороны здесь же есть информация есть тут информация регулярное содержание 1750 сутки время работы круглосуточно это все прекрасно пропорции выработки женичной муки получается 80 процентов с того что мы привозим а если мы это делаем в крупу то 75 процентов даже больше ну ладно мука у нас готовится все прекрасно в общем-то народ на этом мы эту серийку закончу лишь раз у нас опять уборка поля всякой вот это вот фигня плюс надо будет поиграться с почвами и известь повносить это будет за ней съездить посмотрим что у нас за сутки сделает этот завод за кадром я сюда свезу вообще все зерно что у нас есть поэтому чтобы не пропустить серию подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали хотите смотреть серии заранее можете оформить дешевенькую спонсорку плюс там всякие эксклюзивные видосики для спонсоров выходят тем кто уже это сделал вам огромнейшее спасибо за друзья за поддержку пятюня да опять-таки лайкусик комментарий не забывайте про все это дело у меня друзья на этом все всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем покаки